Участившиеся дорожно-транспортные происшествия на дорогах областного центра вызывают серьезную озабоченность не только у госавтоинспекторов, но и у простых жителей. Только за истекшие две недели погибло 19 человек. Основная причина происшествий – несоблюдение водителями правил поведения на дороге. Записи с видеорегистраторов водители выкладывают в сеть в надежде привлечь внимание сотрудников ГИБДД к нарушителям, но хамства на дороге меньше не становится. Понятно, что есть практика реагировать на заявление, но никто же не будет, когда его подрезали на улице, сразу идти писать заявление. Это очень долго, очень муторно. Проект «Уроды на дорогах» на одном из региональных новостных порталов, собирающий видео о нарушении ПДД, появился относительно недавно, но уже дает реальные результаты. Сейчас у нас около 180 уже нарушений зафиксировано, половина где-то из них видны номера хорошо, несколько человек оштрафованы, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Название, конечно, грубовато, но мы решили именно таким образом, скорее, провоцировать людей, чтобы они обиделись, перестали нарушать, и каким-нибудь образом, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на беспредел, который творится в городе. Госавтоинспекторы утверждают, что рейды проводятся регулярно. Профилактика ДТП – их основная работа, но за всеми уследить невозможно. Ивановские блогеры считают, что введение практики европейских стран могло бы исправить ситуацию. «Человек идет по улице, звонит в ГИБДД и говорит, такой-то, такой-то нарушил правила, я готов выступить свидетелем и получить половину стоимости штрафа. Это, конечно, подло и не соответствует нашему российскому менталитету, но, ну а что же нашему менталитету тогда соответствует хамство вот это вот чудовищное на дорогах? Однако необходимо исходить из сегодняшних реалий. Единственная возможность остановить произвол на дорогах, считают блогеры, это привлекать к ответственности тех водителей, нарушения которых были зафиксированными простыми гражданами, а не только госавтоинспекторами. Мне кажется, все-таки нужно пугать водителей и как можно активнее. Вызов, допустим, в кабинет следователя для водителя, это уже достаточный повод для того, чтобы он в следующий раз все-таки притормозил на перекрестке. Достаточно сложно на самом деле с помощью только видеозаписи доказать и в суде то, что человек действительно нарушил правила. Для этого нужно заявление от человека, который снял, доказательная база другая нужна. Но мне кажется, что достаточно было бы хотя бы просто вызывать водителей, это имело бы какой-то эффект. Но, как выясняется, сделать это на практике довольно проблематично. Если в поле зрения подобных вещей, которые выложены на сайте, попадает транспорт полиции или каких-то ведомств, то проводится по данным фактам проверка. Соответственно, сотрудники виновные, если вина их будет доказана, то они привлекаются как к дисциплинарной, так и к административной ответственности. В случае же с обычными гражданами здесь достаточно сложнее, нужно вину доказать еще через суд. В любом случае, профилактика ДТП не принесет никаких результатов, пока водители не начнут уважать друг друга. Чтобы искоренить дорожное хамство, необходимо начинать с самих себя.